Мы начали писать, вот он залез там под юбку, поправил трусики. Не, ну здорово, что я в какой-то хоть номинации там. Сейчас было, как он назывался, прачное сплетни 2007 года, уже Савильевы. Ну пишите дальше, интересно. Хорошо, Алексей, скажите, пожалуйста, вы человек пухличный, возможно, вы видите по телевизору, что ваше имя знает, поэтому и большинство россиян, а скажите, пожалуйста, а вот ваши друзья, кто они? Люди не публичные или вы дружите со звездами тоже? Настоящих друзей мне можно попасть и пересчитать, и кто-то из них, когда есть фамилии, которые вы никогда не слышали, есть другие фамилии, которые вы прекрасно знаете, просто я не хочу об этом говорить. У меня есть круг друзей, такой маленький, очень хороших людей, которым я могу доверять, опираться на их помощь и всегда спрашивать какого-то жизненного совета. Просто я тренировку хочу оставить при себе, потому что именно в нем я получаю какое-то удовольствие и такое спокойствие. Спасибо. А когда вы приезжаете в Петербург, самое любимое извлечение и времяпровождение акционалов Ассо-Солова? В последнее время редко приезжал, но, если честно, то самое любимое, конечно, пора – это весна, лето, когда и почище на улицах, и можно, вот самое любимое – это прокатиться по нашим каналам, потому что я считаю, что в Санкт-Петербурге это одно из самых таких романтичных и увлекательных дел. Алексей, а сразу тогда вопрос в тему, а скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что в скором времени будет реализован на территории Петербурга проект «Газпром-сети»? Ну, сейчас у каждого человека свое абсолютно мнение. Я просто предполагаю, но я все равно это скажу, потому что я упрямый человек. Например, я опять за пускай строят, мне, например, я… Ну, просто мое видение города абсолютно… Я понимаю, что у нас культурный город, все двух, трех, четырех, пятиэтажные здания, все красиво. Я хочу видеть большую вещь. Я просто хочу. Конечно, меня обосрут на следующий день, я это просто знаю, но пускай. Уважаемые журналисты, будьте милостью, как Алексею Годину, это его мнение. Пожалуйста. Я обожаю Москву из-за того, что есть совмещение и церквей, и такого старинного жилья, да, и также еще современного. Но мне нравится. Мне нравится, когда большие здания. Может, от того, что я жил немножко в Америке, к этому привык. Но я хочу видеть большие здания, потому что мы живем уже в новом каком-то мире. Конечно, если поставить «Газпром» в сети прямо на Дворцовой площади, конечно, не очень красиво. Ну, пускай там он за Невой будет стоить, никому он не помешает. Но нас, конечно же, большинство жителей считает. Но это абсолютно... Я просто, может быть, такой не то, что современный человек, молодой и глупый, не понимаю всю прелесть нашего города. Но я обожаю наш город, но пускай строят. Алексей, небольшое тогда уточнение. По предыдущему вопросу. По вопросу о том, что журналисты много чего пишут, и о том, что и Роман Зайнекова прописали с Савеликой... Я говорю об статье, и все равно не изменится. Вы что, захотите, то напишите. Поэтому я просто отчисто отвечаю вам на вопрос. Ну, вот давайте, чтобы поэтому не было. Вот прямо правда из ваших постов. Есть у вас роман с Савельевой или нет? Это моя жизнь, и я считаю, что не надо вдаваться в мир от этих отношений. Хорошо. Тогда вопрос немножко в прошлый экскурс. В 2004 году возвращение на питерский лед. Слезы в туре, точнее в шоу Артура Дмитриева. Вы сказали, что вам нравятся профессионалы. Вы считаете Артура профессионалом те шоу, которые он делает? Ну, Артур сделал, я так понимаю, два шоу, и все. Шесть. Где он сейчас? Ну, я очень хорошо... Спасибо, и я знаю, что Леша Курманов делал в самом начале. Давно-давно. Да. И так же делал и Артур Дмитриев. Но они вот заложили такую основу для начала. А теперь, как бы, Илья продолжает ее, но он сумел вывести эти все мероприятия на более высокий уровень. И сделал так, чтобы не только Санкт-Петербург, Москва, а также еще, значит, огромный труд и сделать так, чтобы тур проходил по 60 городам России. Это, конечно, великолепно, но я так понимаю, что в этом году мы поедем и в Америку, и в Канаду с ледниковым периодом, и все ближние зарубежья. Балтика, Германия, про Австралию не знаю, мы же сможем навстречу к Кенгуру съездить. Но это уникально то, что ледниковый период настолько популярен вообще в мире, и у нас есть возможность прокатиться не только по России, но еще по всему миру. Спасибо большое. У нас, уважаемые гости, осталось не так много времени на вопросы, буквально на один или два.